сейчас мы совершим автопрогулку по улицам города сейчас мы находимся на улице алтенсарина проезжаем улица Рабочая, Шипина и впереди улица Лермонтова на которой мы повернем направо в сторону улицы Кайрбекова сейчас мы проезжаем Лох Кустанайсай напоминаю вам что город Кустанай пересекает три лога первый лох это вот со стороны Рудного это лох Таунсай потом Абельсай в центре и лох Кустанайсай который мы сейчас проехали сейчас мы повернули на улицу Лермонтова вот сейчас справа проезжаем магазин Восток который не так давно подвергся ремонту перейти улица если ехать сейчас прямо через перекресток и повернуть налево то мы окажемся в поселке Корейском итак мы сейчас на улице Кайрбекова надо сказать что улица Кайрбекова заканчивается когда мы доедем до Лога Абельсай а дальше она плавно переходит в улицу Маяковского и так до района Кожебеи вот это вот Лох Кустанайсай когда-то здесь была граница города ну в старые времена а сейчас мы подъезжаем пивозаводу или сейчас он именуется акционером общества Аросан пивоваренный завод купца Антона Петровича Лорица это памятник архитектуры 19 20 веков городе является памятником истории и культуры местного значения 1905 году на заводе насчитывалось 8 работников а пиво продавалось на 20 тысяч рублей 20-е годы здания завода была саконная фабрика красный ткач потом крахмальное производство затем завод работал по своему так сказать первоначальному назначению с 2000 года на заводе восстановлено пивоваренное производство компании Ауарасан которая использует здание по своему назначению ну мы продолжаем свое движение по улице Горбекова сейчас мы подъехали к не ошибаюсь проспекту то есть улице Победы и на углу находится школа 14 проезжаем ее проезжаем ее проезжаем ее два А сейчас мы подъезжаем к улице Пушкина. Следующая улица, улица Твоял-Сездык или же улица Независимости. В прошлом это была улица Тарана. Продолжаем. Продолжаем. Так мы проехали улицу Тарана. А вот на углу тоже старинное здание. Это дом директора гимназии в прошлом. И следующее здание это сама гимназия. Правда, второй этаж настроен уже в современное, так сказать, время. Вот мы сейчас следующий проезжаем проспект Альфа-Раби. С правой стороны мы проехали, в прошлом здесь был магазин Колос. А вот это вот здание сейчас находится банк, халык банка. А когда-то здесь была сберкасса, или сберкасса, да. Охранили деньги мы в сберкассе. А вот прямо здание на первом этаже, вот прямо дверь, здесь когда-то был ЗАГС. Сейчас здесь какой-то отдел городского окемата. Здесь мы сделаем небольшую остановку. Вот прямо на противоположной стороне магазин. Это был магазин Колос. Сейчас он сменил владельца и называется супермаркет Рузет. И сейчас мы снова продолжаем движение. Нашу автопрогулку. Проезжаем мимо прошлом помещение, в котором находился ЗАГС. И выезжаем снова на проспект Альфа-Раби, в прошлом проспект Ленина. Вот это здание, когда-то в нем находилось, по-моему, называлось это Сберкасса. Единственное, так сказать, банк, где можно было хранить, сберегать свои деньги, накапливать их для каких-то покупок. Итак, мы сейчас уже на проспекте Альфа-Раби, поворачиваем направо. Это будет снова улица Каирбекова. Проезжаем улицу Толстого. Каирбекова. Улица Павлова. Подъезжаем к логу Абельсай. И вот сейчас уже после лога Абельсай, это будет улица Маяковского. Так мы продолжаем движение по улице Маяковского. Впереди будет улица Наримановская, Вролова и, наконец, Ленида Беды, на которой мы повернем направо. Вот сейчас мы подъехали к Наримановскому рынку. Вот справа видно белый забор. За этим забором находится Наримановский рынок. Надо сказать, что Наримановский рынок будет снесен и на его территории будет построена школа. А тем, кто работает на этом рынке, предложено, если не ошибаюсь, разместиться в новом автовокзале, который находится на выезде из города. Сейчас там рынок Саехат. Вот мы проезжаем Наримановский рынок. И впереди улица Ленида Беды. Дважды Героя Советского Союза Ленида Беды. Поворачиваем направо. И мы уже на улице Ленида Беды. Надо сказать, что когда-то эта улица носила название Новая. 23 мая 1978 года решением горосполкома улицы Новая присвоено имя дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина города Кустаная Ленида Беды. После небольшой остановки мы продолжаем движение по улице Ленида Беды. Сейчас мы пересекли проспект Абая и движемся дальше. Следующая улица будет улица Алтынсарина. В прошлом улица Калинина. С правой стороны мы проезжаем новый жилой массив. Это вот улица Алтынсарина. Проехали улицу Кооперативную. И следующая улица Баймагамбетова. Героя Советского Союза султана Баймагамбетова. Итак, мы пересекли улицу Баймагамбетова и продолжаем движение по улице Ленида Беды. Вот с правой стороны здание с синей крышей. Это 21-я школа. Врочем налево. Это улица Садовая. Вот идет ремонт коммуникаций. Надо сказать, что в этом году очень много производится ремонт коммуникаций в городе. Многие улицы перекопаны. И в связи с этим изменились маршруты автобусов. Ну, что доставляет, конечно, неудобства горожанам. Итак, мы продолжаем движение по улице Садовой. Впереди будет улица Чернышевского. Вот здесь вот с левой стороны, когда-то был магазин горячий хлеб. Выпекали до времена, так сказать, 90-х годов, выпекали такой длинные булки, горячий хлеб. Магазин был. Очень популярны были они. Вот мы проезжаем сейчас. Проехали магазин. Ну, это улица Чернышевского. На этом наше видео подходит к концу. Спасибо за внимание. Ваши замечания, пожелания пишите в комментариях. Мы повернули направо. Едем по улице, теперь уже Чернышевского, в сторону микрорайона Западный. Спасибо еще раз за просмотр. Всем желаю добра, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой. И до встречи на канале. А с левой стороны, вот мы видим здание, там находится Костановский инженерно-экономический институт. Кинево имени Булатова. На этом все. Еще раз спасибо. До встречи на канале. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok